вообще я хожу в красное и белое покупаю некоторые вещи например колбасу был такой спорт выпить портвейна из горла ты столкнулся или уже в твое время в 90 этого не было но мы пили из горла насчет насчет спорта не знаю но тони 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 да какой-то женское имя антонина на одном заводе я пробую пробовал портвейн и технолог со мной стоит и говорю чувствуется спирт она мне говорит так он же там есть для этого и делали наступила революция семнадцатого года и все кто был за крепление бренди все оказались у стенки либо в лагерях а это группа осталось господствовать и вот мы имеем от ректификацию шелков но блин лучше тогда нам не выступать закрепление бренди понимаешь как бы нам не оказываться тоже у стенки я приветствую всех здравствуйте сегодня опять предпраздничный ролик в таком классном месте бар ресторан ресторан блажь блажь а блажь разница есть здравствуйте дорогие друзья да представляю вам человек известный для тех кто не знает это владимир цапелек я всегда когда при старой говорю что это мой учитель это действительно так когда-то давно-давно мы познакомились я делал журнал еще мало что понимал в вине и пришел володя который на тот момент понимал вине уже значительно больше чем я более учитывая что я ничего не понимал тогда вот и володя вином занимается даже не хочу говорить сколько лет потому что сразу намеки на возраст а это нам не нужно давайте я расскажу вам про повод нашего сборища вот ну с кем еще дегустировать портвейны как не с владимиром почему потому что во первых здесь есть представители бывшей союзной республики с владимиром застали еще советский союз я правда тогда не дегустировал только начинал выпивать вот и скажем так мы пройдем с вами всю линейку снизу вверх да начиная с ценовой группы и опять поводом для скажем так нашего сборища будет красное и белое потому что я пошел опять на раскопки это исследовательский шаг такой экспериментатор для того чтобы люди которые ходят красное и белое поняли там можно купить не только водку но еще что-то интересное но я решил купить вообще все крепленные вина которые продаются там из которых у нас настоящих портвейны только два правильно Володя? да да ну на самом деле что такое настоящий портфель мы обсудим и у нас есть еще когор с шестым номером это подготовка к очень далекой пасхе начинаем нашу дегустацию Володь что ты хотел сказать что здесь у нас есть один когор правильно то есть затесался здесь есть один когор крымский и когда мы готовимся к пасхе а к пасхе нужно заранее готовиться потому что хороший когор найти трудно и вот мы надеемся что нам понравится напиток и вы будете знать что в красного и белого во всей России можно купить хороший когор вообще я хожу в красное и белое покупаю некоторые вещи например колбасу полукопченую из челябинска есть такой ориентируй ты знаешь ну да а она же там кубань вино уже принадлежит кубань вино холдинг металлы мясо и в том числе хорошее вина если вы пойдете в красное и белое то я очень рекомендую попробовать колбасу копченую так ну давай начнем чешма белая вот узбекский портвей значит узбекский портвей самый дешевый на сегодняшний день в кибе пластиковая пробка закрыта что скажешь про пробку нам на самом деле достаточно такая если ты легко вынул то это вообще да да такого типа пробки обычно довольно трудно вынимается что и сейчас я скажу например сколько он стоит тут прям точно потому что я это делал за зафотографировал скиров на 300 рублей до 299 до 209 до на желтом цене так расскажи мне про узбекский ну вообще узбекистан ведь у нас виноделия недавно сколько ему там сто лет на на деле страна то мусульманске пришли до узбекистана соответственно там еще 8 на деле и ты помоложе меня я постарше я просто помню название чешма это был портвей который стоил недорого в советское время и мы его пили студенты еще даже школьники старшие пили такие вещи был такой спорт выпить с портвейна из горла ты столкнулся или уже в твое время 90 этого не было но мы пили с горла насчет насчет спорта не знаю но ну я помню такой эксперимент когда человек заливал себе в горло целую бутылку портвейна и он не делал глотков конечно это было мастерство не всем удавалось слушай но в такой обстановке вот в сигарной комнате ресторана блажь в такой удивительной атмосфере даже уже чешма начинает мне кажется удовлететь я пробовал этот портвейн заранее поэтому могу сказать что он очень хорош и мне неудивительно что-то принюхиваешься к нему действительно там можно многое найти различные сухофрукты очень приятные изюмный изюмный тон так и бьет очень яркий аромат и это очень вкусная вина то есть и кураговые такие но здесь нет конечно тут скорее такие более гарные тона здесь нет как тебе искать то что мы ждем например что нет таких вот сухофруктов каких-то там орехов меда вот этого нет здесь есть скорее вот что-то такое поджаристое юры ты попробуй во вкусе ты найдешь все и вот когда мы находили в советское время там 70-е в конце семидесятых такой милей они все реально стоили одинаково около двух с полтиной то плюс-минус два с полтиной рубля когда такой портвейн попадался могу вот это счастье это наверное привезли с места событий вот из узбекистана например чешма и это прекрасное вино честно вам скажу я просто не ожидал что узбеки могут сейчас делать такие вина я пробовал довольно много узбекских производителей всегда находил ошибки здесь мне не к чему придраться просто не к чему он все-таки хочется что-то найти какой-то изъем тоже не может может разрешать может не разрешают мне позволить чтобы портвейн за 300 рублей был прям идеальным но он не идеально 300 рублей он идеален вот некоторым может показаться что он слишком сладкий но это узбекская вот такая манера я не знаю не помню что там написано то ли 120 граммов то ли 140 может быть то есть он значительно слаще всего того что будет у нас середине конечно кагора наверное еще слаще потому что кагор это 16 на 16 мы называли раньше такого на здесь сколько это банка 160 граммов сахара и 16 процентов здесь такая же история нет здесь здесь 16 на 100 блин увидишь в очках 16 на 130 смотри по сортам винограда что у нас сортам винограда это баян шерей и иркоцители баян шерей говорят что это азербайджанский автохтон но похоже что он вообще родом из средней азии и он пришел из средней азии в азербайджан хотя конечно исследований нормальных не было и поэтому сказать трудно где его историческая родина но ясно что кочевники тогда перевозили виноград с места на место но средняя азия это вообще родина многих сортов особенно столовых классно климат раньше другой был и конечно я честно говоря не могу найти особо он не сильно может быть сложной такой сложности как глубоко выдержанных винах там модели у него нет но он относительно чистый то есть чуть-чуть там для мать для меня на фоне там какие-то легкие может быть отчисленные там штуки но очень мало я знаю что ты придумал какую-то закупку такую оригинальную да ну вот я на самом деле пробовал уже экспериментировал этот портвейн с теплыми грецкими орехами залитыми медом и и вот я очень надеюсь что это будет хорошо и сегодня зацепить довольно трудно потому что я поближе подъем вот мы живем орешек сушь потрясающе еще ребята это вообще просто класс я уже описывал это как морежное сочетание и люди просто супер слушай ну если мы так начали с 300 рублей что у нас дальше будет я думаю дальше должно быть все хорошо потому что девушек которых ты вспоминал за свои первые передачи они очень умные продвинутые хорошие дегустаторы это подборка весьма качественно что плохо я вот зрителям покажу сейчас вот как я был в красном и белом и вот как вот посмотрите размещаются портвейны да вот вот минутку так вот если весь большой зал то принципе логики конечно нет европа ну все сухое а вот портвейны которые мне нужны были я нашел вот здесь на нижней полке то есть кто узнает что эти сокровища здесь находится вряд ли кто-то поймет и простит ну все остальные достаточно заметно да то есть вот здесь у нас наша массандра забрали и вот здесь стояла чешма как-то так конечно такой обстановке очень трудно ну мы еще дойдем до португалии давай мы сейчас все таки с тобой портвейн белый крымский дегустируем ну массандра вообще что ты скажешь как представлена массандра не знаю наверно представлять не нужно может быть мы потом выкрути пожалуйста пробка я хочу посмотреть потому что в украинские времена массандра использовал совсем дешевые пробки здесь получше немножко и сейчас я вижу что получше немножко получено но по крайней мере мне хочется еще лучше пробку или что-то похожее на то как делает португалию вы увидите когда мы будем открывать португальские портвейны слушай ну а у нас портвейн белый крымские идет на рецепт кстати такой же как у чешмы чешма насколько я делала на потемнее и я подозреваю что там была некоторая мацерация на кожице ну немножко разный цвет все таки массандра больше блестит она и дороже стоит чего я не да кстати массандра стоит ну я покажу потом здесь ценник да юра очень важно упомянуть что от рублей узбекский портвейн креплен бренди это ладно это написано на контр этикетке это истинная правда а наш я думаю до сих пор крепится ректификат ректификатом да но это кстати интересная тема интересное замечание потому что крепить бренди достигнут такого букета в общем ровного это большой плюс то есть их виноградный спирт был хорошо очищен это важно потому что те узбекские портвейны которые мне попадались последнее время все были тоже креплены дистиллятом виноградным но он был плохо очищен поэтому были посторонние тона здесь их нет совсем так ну что тебе нравится массандра ну массандр конечно пожестче пожестче ну мне в носе вообще как бы не портвейн здесь юра ну ты кстати сказать вспомнил в двенадцатом году с тобой в северной португалии как раз потом поехали на портвейн я как раз хотел вспомнить про эту замечательную поездку это было мое первое участие в международном конкурсе в качестве судьи Володя как раз таки мне помогал подсказывал какие-то вещи важные потом мы остались и провели тщательную неделю в Португалии которые в общем нам запомнилось в последний день там помнишь взяли агварданте 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 это дистиллят виноградные как раз которым крепится портвейны ну не им конечно крепится но в любом случае называется агварданте специально отдельно это напиток такой гастрономический для хорошей трапезы вот и мы тогда попробовали много портвейнов и мы были кажется ты тоже был в конец конечно 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 мы же там на всех этих террасах мы там прошли все это нас возили замечательная дорога на дуру очень живописное красивое ущелье потрясающе конечно места и потрясающая труд ну давай мы сейчас массандра закончим крым крым нас тоже красивый вот что и говорить вот но я могу сказать что портвейн он не сразу раскрывается ну конечно массандра немножко отстает ну обычно говорят специалисты что на первых этапах когда портвейн совсем свежий молодой не отлежался ректификат вы почувствуете когда проходит годы когда портвейн отлежался бутылки долго то уже трудно различимым становится чем вы крепили так говорят специализа верить или нет но верить но мы пробовали ну но это достаточно долго должно нам пролежать где-то порядка вот и вот на этом молодом портвейне я чувствую какие-то это на который наверное нельзя назвать ошибкой но немножко рисковать это это уже до рисковать ну это будто бы кажется чешма помягче но ведь чешма изначально стали ставит своей ну мягче нежнее вот она ставит свои задачи понимаешь быть именно десертным вино здесь они пытались придать им брутальность на массажных большую крепость кстати владимир ты вот постарше меня видишь лучше поэтому ты скажи мне что тут у нас сахар где-то сахара меньше 95 грамм не улучшается что да я уже читаю без очков и что изменяется сортаж через 10 лет не сорта ты помнишь я имею ввиду сахар какой-то сахар помню что это должно быть много немного то так 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 здесь 17 с половиной алкоголь 95 сахар видишь сахар тут небольшой нам просто он кажется брутальней еще и потому что у него сахара меньше вот и вообще как бы я думаю что это вот как раз давай-ка попробуем его своими орехами ну что я подумаю но все равно оценка позитивная оценка позитивную я тебе не рассказывал я переставлю оценки по шкале своих я смотрел твою первую передачу и по твоей шкале я понимаю что у тебя все 430 нет не так во первых ты можешь совершенно спокойно перевести в 100 балку 100 балку умножьте просто на насколько 20 на 20 соответственно 4 это восемьдесят шесть до восемь шесть восемь шесть восемь шесть я тоже бы сказал да вот это я вообще ну давай так гамбера роса вообще три оценки не 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 подожди вдруг вот сколько ты этому ставишь марония сказал бы девяносто восемь баллов случайно упомянул конечно это восемьдесят семь это восемьдесят шесть совершенно не смотри тут фишка в чем давай пока вот вот разливаю я тебе расскажу значит первых у нас сейчас идет портвен ташкент красный крепленная ликерная вино десертная ординарная алкоголь 16 объем а сахар 130 чуть поменьше почему то же самое что не там что шагу я тебе говорю что там было сто тридцать они сделали один и здесь насколько я помню сорт значит смотри давай давай вернемся к моей системе оценки хорошо давай обсудим вот смотри в 4 это называется у нас у нас пятибалльная система в стране 4 это хорошо просто хорошо это будет 4 и 3 это очень хорошо юра я думаю что твоих слушателей и смотрящих когда мы не будем грузить оценками по стоп-бальной системе ты вот начнешь спорить но ведь когда встречаются два врача да нет ни одна никогда общего мнения вот когда дегустируешь с обычным человеком он слушает хорошо эксперт он всегда будет значит противиться да а вот интересно по цвету только слегка красноватый да нет интенсивного цвета ну он как бы мне кажется как ты не позиционировался как красный да как позиционируется как красный портвей из красных сортов это штука чуть не нравится мне чуть ли не больше чем чуть ли не больше чем белый да здесь прямо чернослив такой вот да с косточкой здесь прямо чернослив да чувствуешь здесь чистый чернослив вообще довольно линейно все линейно дано нравится очень меньше чем белый потому что белый кажется чуть посложнее давай еще сыр будем пробовать положили это прилагаю ресторан блажь нам дал сыра и сыром конечно когда пишут что подходит к портвейном сыр твердо это обязательно упоминается а на самом деле интереснее наверное будет сыр с голубой плесенью и как ты юра наверное читал в английских книгах их любимое сочетание это стилтон и портвейн тони то есть какой то не я говорю руби на руби шутки портвейн руби винтажный слушай ну на самом деле узбеки меня сейчас прям приятно удивляют свои чист во первых чистая работа очень то есть нет каких-то выпирания таких явных не спирт не выпирает не какие-то там дефекты обычно же еще всегда было проблемой старых советских школ окисленность до кисленности я тоже не чувствую в этой истории юра держи попробовали они то ли они оборудование это это у нас но дурблю спросить как называется этот сыр он конечно не дурблю намного сложнее и вот это тоже марьежное сочетание сыр с голубой плесенью и портвейн красный узбекский пейте воду всегда когда пьете вино будет вам счастье так ну что мы скажем про красный узбекский портвейн ташкент называется нашли это исторически кстати советские названия правильно чешма я знаю переводе родник с узбекского но ташкент нас это ташкент ташкент да город хлебный да известно но мне меньше он нравится чем белые мне бочки а тебе больше я ставлю 85 а ты сколько по своей стерео 3 все равно 4 3 4 3 нет слова нет у меня шаг 3 4 3 4 6 и 4 9 гранд золота хорошо опять запишешься и развивать прошу меня да и сейчас мы переходим к настоящим портвейном как любят говорить в европе настоящий портвейн сделан только в португалии немножко есть это собственно есть портвейн немножко истории портвейн настоящий или португальский появился не так давно реально первые наметки были сделаны в 1702 году в 1702 году после того как англичане долго сильно воевали с французами им перестали поставлять бордовская вина в 1702 году было заключено соглашение англо-португальская и начали поставлять сухие вина красные довольно жесткие тонинные кислоты но так их описывали вина все равно не 12-13 почему алкоголя я прочитал и почему-то они не выдерживали дорогу не такая вроде по современным понятиям да не надо но тогда это было долгое путешествие на корабле и вино портилось и понемножку стали добавлять бренди ну да мы же в ней добавить вино и это продолжалось весь восемнадцатый век когда в 1820 году это упоминается начали крепить недобродившие вино с остаточным сахаром бренди в 1820 году начались первые эксперименты а вот уже законодательно это было закреплено только в середине девятнадцатого века и реально почему я говорю что портвейн современный портвейн он достаточно молодой это меньше двухсот лет мы думаем о это века 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 нет и представьте себе 1850 год примерно в россии уже начинается очень активное винодельное виноделие в крыму и тогда решают что в южном крыму вот что в южном крыму нужно что в южном крыму нужно выращивать виноград и делать вино но какое вино вино сухое ли вино крепленое и постепенно приходят к мысли что крепленое вино очень сладкие ликерные вина гораздо лучше получается на южном берегу чем вина сухие вина сухие это севастополь конечно севастопольская зона я думаю это будут великие вина которыми прославится россия а вот крепленные вина конечно это южный берег крыма но мы в португалии да мы в португалии но на самом деле история твоя я думаю всем понравится потому что она интересная вот и первый нос мне не очень нравится вино это не сразу открывается слушай ну я вот долго не разнюхивал я первым делом сделал глоток и вот глоток меня очень приятно обрадовал потому что это очень такой нежный приятный стиль конечно и чувствуется здесь работать он на такого высокого класса ну мы с тобой всегда он начинает дышать мы вспоминаем деньги и это где-то 700 600 рубля за 600 рублей ну за 600 рублей конечно подарок ну здесь дело не в этом здесь дело в том что это мы попадаемся сразу другой класс напитка совершенно да это легкого днем 19 градусов они вообще не чувствуется кстати чуть-чуть еще 19 градусов здесь лучше шикарный интегрирован спирт интегрирована гварданта а гварданта на гварданта турига франка тинта рориш тинта барокко тинта амарелла и все по 25 процентов это очень обычные сорта для португальского портвейна рекомендовано всего кажется 17 сортов допустимо использовать там кажется около 40 а всего в доро в этом регионе просто там до сотни сортов огромное количество много юра теперь нужно попробовать свити свити если вы не знаете что такое свити я вам расскажу свити это гибрид помела и грейпфрута белого в 70-е годы прошлого века калифорнийские ученые сделали такую разработку и у них получилось я считаю сейчас главный производитель свити это израиль ну слышите грейпфрута должно быть горько казалось бы должно быть горько я знаю этот фрукт он чуть горчит есть горчинка а как где-то продается нам в обычных магазинах везде сейчас видимо завоз из израиля большой дешево стоит свити интересно не такой горький грибку но горчинка существенно но ты заметил как портвейн смывает эту горчи смывает однозначно и делает ее гораздо приятнее ну я с тобой скажем так давай мы все-таки вернемся к обсуждению вкуса потому что я считаю что мы сразу прыгнули в другой совершенно класс напитков потому что все таки мы не можем сравнивать узбекский и даже массандровский портвейн вот с этим портвейн потому что очень нежный приятный вкус натуральность вкуса натуральность ингредиентов она чувствуется до работа с виноградом явно было более высокого класса потому что сами по себе виноградное то что мы чувствуем сухом вине вот эти свойства органолептические они здесь присутствуют полной мере юра я пробовал очень много портвейнов то конечно прошло время может быть я стал может быть они такие стали мы сейчас не сравниваем не внутри портвейновой шкалы вот этих напитков с этой шкалой а ну как бы совершенно отличается я вспоминаю классические портвейны базовые от лучших компаний конечно стоит гораздо ниже уровня чем известные бренды гораздо ниже то есть если я вспоминаю про цену да это великолепно все но если вы хотите получить классический портвейн из португалии то нужно заплатить гораздо больше тысячи рублей и может быть она того стоит вино будет гораздо круче я этого вину не поставлю высокую оценку для меня это юра 83 балла а у тебя 43 как обычно 4040 ну вот все таки мы более-менее сходимся не автоматически он не открывается может быть нужно большой бокал только долго с ним сидеть у нас к сожалению нет времени на такую упорную дегустацию он не противный этот портвейн но я бы не сказал что вкусно извините конечно я не сомелье я могу себе позволить мне вкусно узбекский и довольно вкусно крымский а вот португальский мне уже не вкусно ю ты можешь его хвалить меня на самом деле с тобой не соглашусь потому что я во первых сравниваю вино как она есть до безотносительно шкалы там великих портвейнов него сейчас если мы рассматриваем вино как она есть этот продукт он намного натуральнее во рту для меня вот например он там ближе там к черешне например да то есть у него свежий хороший вкус то в отличие от достаточно приторной чешмы достаточно односложный ташкент и достаточно рисковатый спиртуозные белый крымский здесь более гармоничный слаженный букет он обладает такой приятной шелковистой структуры во рту и у него ну такая очень классная такая вишнево-черешневая составляющая что касается носа ну нос во первых постепенно раскрывается и он никому не должен быть таким прям ярким и резким юра я возьму домашнее задание я с этим еще может быть посижу но пока он меня не очень радует не ну опять-таки вращаясь к шкале это 4 3 то есть по моему пониманию как минимум что бы поездовое ощущение при тысячи индивидуальные вот это одна из украинцев вот и вот такой низкий то есть да вот какую-то но от и то уже достаточно большая вот такая вот и ваше праздничает что сухую каждый сетях можно чего либо сейчас напиши и мы уже уже так как то есть свой размер к но где стил мы задесь евро все равно не нашли бы там с тобой портфей на хорошем для что было приличное чем с 20 согласись и попробуй с орехом конечно он еще должен поднять он подымает во первых вторых это более нежная история я вот ну рекомендуют тем кто наверное все-таки дамам больше пойдет это история хотя там он может даже вам пойдет чешма и вот все мой чешма чешма узбекская ташкент я просто действительно нахожусь приятном шоке что наши братские страны действительно братская страна узбекистан у нас узбеков здесь братьев очень много и что эта страна делать такие замечательные вина да юра слушай что это что это открывает значит вот пробка про пробку я говорю мне очень хочется чтобы и крым так ну давай ты немножко зрителям расскажи что такое руби что такое тони юр это пожалуй можешь даже ты сделать это так просто даже я ну вот какое отношение великому эксперту юдича спорта кстати пишут пишут что на сайте красного и белого что портвейн руби выдерживает только в нержавеющей стали если вы приедете в порту и пойдете по вот этим старинным домам портвейном то конечно вы увидите огромное количество бочек бочек очень разных вот маленькая бочка там считается 550 литров а большие есть бочки десять тысяч литров и даже больше и в этих бочках выдерживаются портвейны обычно склады огромные вот этих бочек много нержавейки честно я правда давно не был я практически не видел то то есть есть нейтральные совершенно емкости эти бочки которые используются много десятилетий наверное работают как и нержавейка но может быть вот этот портвейновый дом кстати юр ты уже понял как он называется этот портвейновый дом может быть имеет нержавейку для руби но для большого гаджа используется бочки безусловно ну мне кажется что здесь суть даже не бочки или в нержавейки а именно в стилистике оксидативные стилистики тони в такой яркой фруктовые стилистике руби да то есть и поэтому у нас тоже есть такие вещи как например там модера да там портвейны которые старятся оксидативно так медленно окисляет поэтому мы можем как раз приблизить тони 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 какое-то женское имя антонина антонина но здесь вкус такой более густой какой-то здесь есть какая-то сгущеночка вот такая вот по низу нуга какая-то да то есть вот карамель какая-то жидкая такая может быть тянущаяся ну в носе какая-то американская бочка мне кажется пробивается но я бы не стал там бочку искать здесь просто надо это воспринимать как единый такой тягучий сладкий юр для меня это уже здесь довольно закрытый нос понимаешь я пытаюсь какие-то тонкие просто ну давай другой бокал попросим попросим попросить другой бокал сейчас вадим давайте да вы садим чем мы не туда я не знаю зачем человек наступает если мы работать но ты как-то начал вот сразу как профессионал себя вести а я с людьми дегустируем мы челкаемся там все народа до тюра делает дегустации для народа ну а что надо же народ образовывать ну что он плохого ну что более открыто до из такого бокала суши ну для меня все равно вот пошла вишня сладкая черешня сахарной пудрой прекрасным прекрасный нос я не знаю вот припудренный нос то такое чувство инцидент валы давай так хватит сравнивать с великими портвейными они уже знаю сколько день я уже не величие говорю нос открывается мы с тобой нормальный портвей португайских магазинов вспомни могли купить только йогурт за 50 не меньше вот реально от 20 до и выше пошло ну что ты пытались взять с собой а то что было дешево вообще было никуда не годилось даже в порту вот поэтому смотри это точно линейка вертикальная пусть это пока класс ниже и он стоит ниже это правильно значит дальше 600 рублей за этот напиток пусть он не дотягивает до великих портвейнов но он классный он натуральный у него прекрасный такой вишнево-черешневый вкус представь себе что это например подается с мороженым вишневым свародиновым вареньем представь себе какие-то интересные сочетания я считаю что этот портвей не заслуженно находится палочкой парочку спасибо бросил палочку не владимир значит этот портвей совершенно не заслуженно находится на нижней полке его еле-еле нашел я предлагаю выставить палетную выкладку и показать людям что такое настоящая высококлассная работа по укрепленному вину ну смотри какая вишня классно вот пошел вкус дальше пошел вкус он такой густой он натуральный в нем я не чувствую в нем спирту водности как вот это не говорил да то есть она я чувствую очень много спирта вниз как мир на одном заводе я пробую пробовал портвей и технолог со мной стоит и говорю чувствуется спирт она мне говорит так он же там есть для этого и делали вот я так был как-то эти вот так научим как-то печально да безалкогольного портвейна к сожалению нет я не пробовал ты пробовал безалкогольный портвей нет все таки моя оценка 4 3 это серебро такое уверенное вот в этом классе вполне соленая палочка кстати тоже прекрасно то есть соленая палочка повышает оценку какой центр рекомендуешь это из этих ну соленая палочка меня почти примерила ты просто не глотаешь соперик поэтому ты такой немножко струги и чуть-чуть чуть-чуть злой я бы сказал давай вспомним как мы с тобой напились этого гвардента как ходили по берегу дуру а пили ты мы между прочим из горла сидя на берегу на лавочке как нормальные пацаны а я уже забыл а там была какая-то совершенно безумная история чтобы сесть вот вот набережная дуру помнишь и ну чтобы присесть кафе нужно какой-то депозит заплатить чуть-чуть какой-то такая была история ващих это ужасно нет в этом бокале открывается лучше я очень мне на очень понравился портвейн португальский я считаю что эта находка это очередной такой вот попадание как красного и белого да но конечно владимир прав в чем что если вы хотите получить а вот или вкус аутентичный портвейн а нужно как заплатить побольше денег вот но это тоже очень неплохо дай мне ведерко пожалуйста я вылью перед этих бокалов то не попробую барбариска есть ну есть да ну такой он больше же желейные такие какие-то то на марципан и что это как нас называется вот это делается рука твой рука творца по мне не к тому марципан я перепутал марципан с цукатом марципан а то не заваливайся на самом деле я что хочу сказать что конечно вот здесь разница между руби и тони практически незаметно по большому счету ну то есть немножко оксидативность есть такая вот которую мы ждем там медовость вот это чуть она пред придает я с тобой юр не я бы выбирал руби я вносит тонкую нотку мне кажется от американской бочки чувство конечно это бочка совсем не новая была чуть 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 вдали какая-то бочка они используют французские бочки используют американские и свой местный португальский дуб который хорошо идет на пробке там кора но считается самый низкосортный из этих дубов которые меняются для изготовления партии и так юра ну наш на городе до когор давай давай . горшили из больших чашечек или же маленьких маленьких попробуем потом можно большие запустить сапелек мне уже больше нравишься то что-то какой-то прям агрессивный не узнаю тебя в гриме так когор почему как бы почему когор почему как ну расскажи людям что это это ты расскажи как у нас ну про уваривание да про про все вот эти дела я на самом деле помнится мне а помнишь нашего замечательного персияного нашего друга я увидел я помню я когда я взял он же делал вот это крымская у него до южная ночь и там еще 2 было я как-то его южную ночь взял туда на конкурс на мандиаль и притащил на там же каждый приходит каждый свое вину приносит пробует там из разных стран вот они стали пробовать они говорят уваренные тона понимаешь то есть они сразу прям чувствуют их вот я думаю блин черт мне так нравилось они говорят уваренные то я думаю что уваренные тона это как раз и есть наша сказать большая проблема с одной стороны с другой стороны уваренность позволяет но о чем мы говорим ребята о том что у нас происходит так называемый нагрев на мизге то есть это такая технология которая именно в когорах себя наиболее ярко проявила хотя на самом деле помнится мне был я в германии на заводе там они тоже любят это делать вот но именно для когоров почему посмотрим из чего они делают когор классика это каберна свиньон сапирави а здесь здесь я почему-то не могу найти сорта виноград состав соперави бастардо или бастардо как-то или нужно вот могорадческий потому что все по-разному говорят и каберна савиньон с добавлением спирта этилового реттификованного из пищевого сырья но это наш традиционный юра ты знаешь историю в борьбы двух направлений крепления наших портвейнов крымских ну расскажи одна группа в конце девятнадцатого века настаивал на том что нужно использовать ректификат ну слава богу ректификат ты имеешь ввиду шустов и самоголицын нет не горит им полголицын был закрепление виноградным спиртом насколько я помню вот и была довольно большая группа пока он не умер вместе с ним потом без него которая говорила что нужно крепить дистиллятом виноградным наступила революция семнадцатого года и все кто был за крепление бренди все оказались у стенки либо в лагерях а эта группа осталась господствовать и вот мы имеем ректификат сушила живых но блин лучше тогда нам не выступать закрепление бренди понимаешь как бы нам не оказывается тоже у стенки у стенки дрожат коленки и голубика это нам нужно да я думал ты голубику нашел здесь мне кажется ягоды какие-то очень черные есть вот ну ты чувствуешь вот самым первым носил только да подносишь бокал и сразу вот эти уваренные тона понимаешь ну сразу они идут но очень хорошо мне кажется ты в душе все-таки советский человек в один нет я в душе как бы профессионал ну и мне очень трудно хвалить то что ну какие-то имеет до затраты для издержки я каждый шутки ты больше с позиции нравится не нравится рассуждаешь но почему бы не так вроде бы я на канале люди но ты же ты же профессионал потребителя напрямую не это должен давать объективно цен не разговор но говорим это давай разберемся варенована это хорошо дадим 4 3 что маловато дочь носа что мы же еще не пошли 3 это серебро да дальше любовь и они ну не знаю серебро но можно я так скажу давай так вот назовем вещь своими именами тут все 43 вот по моему пониманию принципе эти все продукты достаточно достойные в своем классе каждый выглядит неплохо но точно здесь золота нет ни одного ни одного золота а я бы сказал что это маленькое золото а вот в этом ваша стобальная шкала лыживость это стобальной шкалы потому что у вас там маленькое золото большое золото надо работать по большому счету по гамбургского либо золото либо не золото 4 3 на серебро до азота 46 а 49 это большое золото опять мало кто получает в общем ю это самый лучший напиток здесь чтоб ты со мной сморил не спорил господа ну ну цапирик ну ёлки-папы ну какой лучше он друзья вареный весь правильно сваренный когор надо уметь вареный лучше да у него ну когда немножко творенность уходит безумный вкус безумный вкус конечно черная сморода класснейший до восторг сушеном когда это золото все на моем конкурсе вино сырый хлеб который был ставрополе сначала кмв на кмв был в минводах 86 это уже золото да ну да я бы поставил легко этому вино 87 это было бы золото но если бы наши друзья конечно подъехали великие винные критики они бы сказали ну это не когор это что-то такое не так у нас был такой у меня здесь ну здесь вот ну понимаешь так давай так хорошо уварена да и это уваривает а когор значит да это во-первых когор но мы понимаем технологии когда мы отбрасываем вот это то что в международном смысле вот эту уваренность она не приветствуется в остальном все идеально здесь прекрасный черный чай чувствуешь прям вот я крепкий прикип чефир я чувствую изнутри прям идет такая черная смородина я думаю в израиле это вино было дабл голод войной золота все время проиграли что потому что в израиле русские победили там русская военщина 37 медалей золотых и серебряных и дабл гол в том числе из 72 образцов которого воде но у нас в россии есть наш конкурс международный наших конкурсов россии немало а про дэкспо военгайд да ты что забыл я помню про дэкспо военгайд я помню вино сыр и хлеб вот именно вот кстати на растию описание ролика я дам ссылку на канал володи называется сыр но сыр и хлеб вино сыр и хлеб библейская тема вечно библейская тема вечно библейская да кстати давайте подписываться тоже на канал за колокольчики все такую прочую историю кстати я буду выкладывать не только ролики вот такие дегустационные но я снялась несколько сюжетов в крыму с виноделами интервью длинные на час молодые ребята мы беседуем это немножко скучновато но зато фон прекрасный виноградник август я думаю что это не скучно если это правильные виноделы то наверное их многие научатся потому что виноделов россии все больше становится им нужно обмениваться между собой информации вот ставрополе меня очень часто спрашивают технические вопросы я к сожалению не технолог я не консультант по технологии я могу вам сказать что финально у вас получилось вино какие-то недостатки вот может быть таким образом их можно исправить но все равно нужно общаться с ребятами которые технологические подкованы которые умеют делать вино которые сами делали вино и вот конечно твое интервью в этом направлении думаю будут здесь да 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 это интервью я именно хотел понять чем живет человек вообще который собирается делать на молодой человек я с вами липко снял интервью с азат хадриан это гаврос потом с кирой ефимова совершенно потрясающая женщина это лека 2 это еще будущее восходящая звезда виноделия это у него четыре клона пену нуара она посадила прямо четыре кура вот разные участки она перфекционистка до музыка костей но это все еще вы увидите вот но на самом деле волой давай как-то еще раз немножко пройдемся обсудим потому что было много кого я скажу и скажи да да у меня место номер один хотя конечно мы про портвейна это отдельно стоит но это вино я оцениваю как самое высокое для меня это золото безусловно вот на втором месте я поставлю белый узбекский портвейн на третьем месте я пожалуй поставлю крымский красный портвейн на четвертом месте узбекский красный портвейн и дальше пойдут ниже португальские портвейны но это мое восприятие здесь я вверх выступил ну как профессионал я профессионально это оцениваю хотя юра со мной поспорить у него будет другой рейтинг он скажет я профессионал ну на самом деле я профессионалы сошлись и они спорят давай так смотри ну я во-первых твой ученик она очень не может быть лишь давно ученики и учителя бывшими не бывают этот юра я помню брюссель мандиаль когда ты пришел первый раз и ты начал меня спрашивать как что ну что-то я тебя подсказал мне кажется ты настолько ловкий умелый человек что очень быстро освоил это непростую профессию дегустатора и сейчас наверное ты лучше ароматику описываешь чем я наша задача не описывайся оставить артенку но все-таки смотри я тебе сейчас скажу вот про то что я думаю про вот эти напитки да да то есть я давай начну с конца вот портвен белый к сожалению для меня массандра он достаточно спиртуозные и вот сладость она не закрыла этот спирт и как бы возможно была идея сделать более брутальный плечистый такой напиток знаешь который вот имеет такой жесткий мужской стержень в любом случае это рекомендуется мужчинам которые хотят не хотят пить что-то очень сильно крепкая и не хотят пить сухую вину поэтому этот напиток будет для них прекрасно прекрасен значит теперь возьмем наших коктейль и можно коктейль и кстати жанра достойно и вообще коктейли на портвейнах это отдельная история мы можем на раз отдельно обсудить и потому что незаслуженно забытый не используется этот напиток во первых потому что с точки зрения бар очень удобный но открыл он не портится он стоит месяцами открытые ты можешь родильнички лучше конечно да кстати значит теперь вернемся к рейтингу дальше вот эти узбекские ребята они хороши да но у них есть вот то за что чего не хватает от международной стилистики да у них нет легкости них нет мало фруктовость у них только такая сильная медовая заджемленность она тяжеловато для меня тяжеловато потому что это очень приторно очень сладко и очень так навязчиво понимаешь вот в этом смысле я ставлю португалов потому что они для меня сохраняют легкость фруктовость вина то ту которую мы ждем за которую мой тут меня недавно кстати упрекнули скале и между прочим вы замечены в связи с лукой моронии на вас плохо влияет понимаете вот и кстати я хотел кстати поблагодарить зрителей за те отзывы комментарии большое спасибо это для меня очень приятно и первый ролик на канале я просто обалдел на вот значит да вернемся португалам здесь есть та фруктовость которую мы ждем от вина то много чисто à лёгкость то свежесть и я вот за это голосую за португалов это второе место они делят друг с другом и конечно все таки я ставлю когорт протегист вместе с володей на первое место потому что я тоже в глубине души советский человек и мне то уваренной на стан� право вложение движения прям самую душу и это уваренность это для меня и какое-то детство какие то какая то какой то бабушкина варенье какой-то крепкий крепкий чай там с вареньем может быть да вы знаете вот это немножко чувствуется тонинность выражается вот в этих таких нотах холодного крепкого чая практически чифира да ну мы же не чифирем с тобой волос может нам же не нужно это вот и потом и даже он когда начинает эволюционеры все равно уваренные чувствуется вот они чувствуются ну волос чувствуется но даже сейчас он стоит этот немножко с икольность такая собиралась опера ве идет понимаешь она идет там вот но все равно мы это любим это наш стиль и это густо это очень ли густо это очень густо это как ну не хочешь говорить слова мощно потому что она немножко такой банальная это не мощно это как-то вот собрано и так вот ровно в точку бьет в тот класс который мы ожидаем от этого вина да то есть ожидаем от него сладости причастия может быть да вот этого кагорного да что ты делаешь глоток и тебя согревает одновременно наполняет силой вот это вино я хочу выпить за труд советских постсоветских и российских виноделов которые все-таки великие люди на мой взгляд и они создали стилистику которая прежде всего нравится очень большому количеству людей правильно то есть выпьем за традиции за традицию за российскую за советская российскую традицию и исторически еще с 19 века ну кстати да но когорта креплен диктификатом это все-таки кстати спиртозный здесь практически не чувствуется потому что это два мощнейших сорта это сапирави и бастардо бастардо магарасики вот сорт который тоже является кроссом сапирави и бастардо оригинального слушай обалденно свите с когором а вот если сыр макнуть медок какой берег давай немного поговорим на все судьбы портвейна значит ты наверное слышал что он по итогам первого полугодия портвейны показали сумасшедший русской неожиданный взрывной сожалению три раза представляешь на рынок подскочил мировой нет российские российский понятно ну я думаю это связано с тем что вот уходит винные напитки не то что стали называть винными напитками понимаешь и полка меняется и портвейны большей мере выдаются но скажи мне этот напиток вот как ты думаешь вот уходит сейчас поколение джавим у стариков да и ну это приходится признать приходит молодежь говорят что они пьют что-то легкое они любят там не знаю пиво какие-то смузи и алкогольные не алкогольные пятнатые и так далее вот что что ждет портвейны вот куда им идти может быть как они должны двинуться чтобы сохраниться вот как категория да вот наша портвейна российские юра может быть ты слышал что там для пила больше красного портвейна франция больше белого портвейна и на самом деле движение во франции было портвейна очень на юг а на юге как ты понимаешь довольно жарко какой-нибудь ниц и там с антропези и там подают портвейн с огромным количеством льда может быть добавляют хорошую воду еще туда получается довольно легкий напиток в россии как-то раньше не принято было портвейн разводить я общался вот с молодыми какими-то девушками они уже как бы экспериментируют в этом направлении ты можешь налить совсем немножко портвейна и налить много если этот портвейн хороший вот я думаю что узбекский портвейн очень хорошо будет разводить водой узбекистан должен должен царелеку он довольно рекламный может быть как юра говорит он не слишком сложный но он выдержит большое количество воды и там будет оставаться фруктовая ароматика там будет оставаться много сладости вы можете добавить воды вы можете добавить льда и в ташкенте это с большим удовольствием пить а может быть не в ташкенте а в может быть но в крыму там свои портвейны и там же чем белый черный доктор и по франции это юг франции это для южных регионов красные портвейны где-то на севере франции может больше пьют и англия пьет исторически красный портвейн разводить чем мы ты говоришь лед а может быть довольно тоник можно тоник вода газированная кто любит тоник да тоник опять же горчит в горчинку нужно обязательно будет как-то гасить лимоном ну что не тоник может просто озеро нет хорошего с тобой придумали в белый портвейн тоник водка лимон лимон а может быть лайм то есть нужно поэкспериментировать и сделать такой легкий совсем коктейль это будет молодежное питье вот красный портвейн этого камина да это зимний вечер конечно это очень приятное питье но чуть-чуть то есть вот как советское время как в ранее российское время пили в больших количествах портвейн потому что он был дешевый низкокачественный дешевый портвейн но я надеюсь что это не повторится но сначала водка недорогая лучше пусть водку и выпьет я знаешь как вот я у меня дома стоит на высоте принесли что попробовал вино моего хорошего друга среди водичи здоровья каперная катерина называется тоже крепленное вино вот я наливаю вот совсем чуть-чуть вот такую похожий бокал и очень-очень маленькими глоточками очень маленький вот буквально вот этот бокальчик течение часа можно пить прямо вот по чуть-чуть прям как будто чуть-чуть даже смачиваешь рот как будто бы даже идет всасывание не через желудок а через слизистую рта вот маленькими глоточками и это вообще никак не влияет на но опьянение на завтрашний день на то что у тебя там завтра будет болеть голова что надо водой запивать то есть это вот как сказать как будто ты вот медленно там какую-то там конфету просто вкусную очень рассасывать значит есть такая история что сахар ну вот сахар не любит народ сейчас а то есть типа много сахара понимаешь что вот здесь делать там вот эти говорю разбавить водой сахар сразу да ну или вот брать такие портвейны пожестче типа крымского белого вот крымские белые я бы брал в погреб если у вас есть погреб если у вас винный шкаф если нет винного шкафа или погреба я бы просто в шкаф клал в том месте где нет сквозняков вино не любят сквозняки вино не любят быстрых перемен температур быстрых движений воздуха поэтому возьмите этот белый портвей положите пусть он у вас отлежится 3-4 года и вы увидите что все станет более гармонично и я надеюсь что сейчас люди меняются люди уже начинают ну может быть не полном смысле коллекционировать вино но они могут потерпеть чтобы вино пожила немного в их доме не пить его сразу и вот этот портвейн мне кажется должен отлежаться узбекский можно пить сразу узбекский можно пить сразу португальский это тоже нужно пить сразу когор уже готов полностью это отлично на эту пасху я рекомендую вот такой как когор порта нет но белый портвейн крымский ну пробка мы посмотрели она нормальная ну такая нормальная пробка умера и в общем-то полежит вино да юр через пробочку немножко прочитывая цену мы можем заморозить эти вложения ничего страшного не будет другой вопрос такие большие народ который это покупает ну готов ли он как говорится закладывать на выдержку то есть выдержит ли у него за если не готов на выдержку то пусть пьют не готовые продукты меньше удовольствия мы кстати с тобой не копая там внутрь может там если по 150 рублей продвинуть там по 200 какие-то в общем ну надо смотреть но в любом случае я честно скажу что узбекский меня потряс за такие деньги и ты мне про него говорил раньше ты пост делал у себя в телеграме вино сыр и хлеб вот на нашем telegram канале вы можете почитать и и у есть там фото как ты готовишь вот эти закуски да 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 вот как я предлагаю вам очень простую закуску для портвейнов по моему она со многими портвейнами работает вы заливаете теплым на парной бане растопленным медом грецкие орехи у меня молдавские орехи очень хорошо получились сейчас отличные крымские орехи можно купить но это нужно разговаривать на рынках с честными продавцами чтобы они вам объясняли вот если это будут чилийские орехи я уже не уверен то есть чилийские орехи дороже стоят и у них другой вкус это уже другой эксперимент а вот про крымские и молдавские я могу сказать что вот это очень удачно сочетание с нашим российским медом российский мед очень хорош юра да да ну вот это классная история с орехами в меде да главное не переборщивать чтобы мед у вас не был один мед знаете немножко орехов и очень много меда просто нужно чтобы мед тронул эти орехи не переборщить со сладостью во вкусе мед тронутся в общем пишите в комментариях насчет того кто чем закусывает портвейны и какие лучшее сочетание с портвейнами вы нашли потому что ну это все-таки не сухое вино и здесь выбор не столь большой вот ну я например мороженым люблю я мороженое шарик например если красный портвейн то смородиного варенья или вишневая а если портвейн такой как например от они или портвейн грунт но более такой золотистый назовем не белая золотистый стиле тони да ну там другие еще портвейн стиле тони да скорее то и тогда берется абрикосовое варенье мороженое и чуть-чуть этим портвейнам заливаешь вот такая ну как ты рассказываешь это опять меня толкает белым узбекского портвейна который совершенно варикой ван вэй ван лав ван лав все ладно цапелек давай с новым годом ребята желаю вам но новый год портвейн это очень хороший напиток если вы выйдете на улицу вернетесь замерзший немножко портвейна а были уже можно и коньячку кто не пьет коньяк тот пьет портвей да и херес да ван лав ван лав ван лав Продолжение следует...